Как вы считаете, в наше время реклама все еще сильно работает на человеческие убеждения или люди уже стали более осознанными по сравнению с 1950-м годом, когда только начинала зарождаться реклама на телевидении и более-менее на радио уже более актуально становилась? Реклама была, вообще-то говоря, значительно раньше. Реклама, может быть, в СССР была в 10-е годы, она была значительно раньше, намного раньше. Реклама была везде и всегда. Реклама двигатель, как говорится, торговля, потому что у нас на земле стали торгово-денежные отношения уже очень и очень давно ведутся. Поэтому что такое реклама? Раньше реклама человека, реклама каких-то вещей, сегодня просто ее огромное количество. Раньше это было, конечно, не так. Там доставляли информацию, там были телеграфы, там разные были на лошадях, там доставляли депеши. Это все информация. И это в то же время была и реклама. Правильно? Но сегодня веяние таковы, что реклама – это нормально. Только смотря какая реклама. Реклама чего? Вот, допустим, делать рекламу центра Сангейс, к примеру, да? Не потому что это мой центр Сангейс, а потому что там есть действительно настоящая информация, и в этом я очень и очень хорошо разбираюсь. Я, в принципе, всегда пользовался так, как это делается сегодня, это никуда не годится. Надоела всем эта реклама, поэтому, заметьте, сегодня же появились какие-то источники телевидения, в том числе, где нет ничего рекламы. Правда, мы за это платим, да? Вот у меня есть телевидение, там рекламы нет вообще. Почему? Потому что есть люди, ты им платишь деньги, они всю рекламу урезают. Вот так оно должно быть. Правда, деньги за это не надо платить. Но так на этом сегодня люди работают, они зарабатывают на этом, чтобы убрать рекламу, которой изначально вообще не нужна, полный нонсенс. Ну, вот так сегодня мир устроен. Да, я обращал внимание на ютубе, так же само. Они изначально себя позиционировали как хостинг, потом добавили рекламу, а теперь продают пакет в месяц, чтобы убрать эту рекламу. Хороший маркетинговый ход. Все правильно, да, хороший маркетинговый ход.